Всем привет, друзья! Сегодня исполняется 81 год ленинградскому троллейбусу, с чем я сердечно поздравляю всех причастных к данной теме. Из сегодняшнего дня на моём канале стартует новый проект, который так и будет называться «Ленинградский троллейбус». В нём я буду рассказывать о различных моделях троллейбуса, эксплуатирующихся в Ленинграде. Стоило бы начать с самого первого в Ленинграде троллейбуса – ЕТБ-1, но мы его временно пропустим. И сегодня я расскажу про ЕТБ-2. Не переживайте, про ЕТБ-1 серия обязательно будет, но чуть позже. Также в Ленинграде с 1937 по 1938 год эксплуатировалось 7 машин модели ЛК-5 и, по непроверенным данным, один трёхосный троллейбус ЛК-3. Но 26 декабря 1937 года троллейбус ЛК-5 упал в реку, вследствие чего погибло 13 пассажиров. Сами же ЛК после этого инцидента были признаны небезопасными и моментально выведены из эксплуатации в городе Наневье. Из-за столь малого периода эксплуатации и минимальной информации о троллейбусах этой модели, подробно на них мы останавливаться не будем. И перейдём сразу к ЕТБ-2. Итак, основным недостатком ЕТБ-1 считали тяжёлый деревянный кузов. Масса без пассажиров составляла 9,5 тонн. Но уже десятый экземпляр похудел более чем на полтонны. Также слабыми местами стали силовая передача, карданный вал, червячный редуктор и полуоси. После непродолжительного срока службы часто выходили из строя эти важные узлы, что ухудшало эксплуатационные показатели троллейбусов. И чтобы разом избавиться от всех недостатков, в январе 1937 года на Ярославском автомобильном заводе началась разработка модели ЕТБ-2. А уже в ноябре того же года приступили к серийному производству. Впереди появились наружные маршрутные фонари, маршрутный указатель над лобовым стеклом и отдельная дверь в кабину водителя, находящаяся слева. В салоне кабина была изолирована по всей ширине кузова, это позволило разместить в ней высоковольтную электроаппаратуру, защитив от проникновения влаги. В силовой передаче троллейбуса упразднили трансмиссионный дисковый тормоз, заменив его тормозом на задние колёса, а в связи с этим убрали промежуточный карданный вал. Для уменьшения массы машины и увеличения жёсткости рамы, большая часть поперечин была изготовлена из труб. Таким образом, массу удалось снизить до 8 350 кг. Но позже выявилась недостаточная жёсткость крыши под основанием токоприёмников, вследствие чего выявился прогиб крышевых дуг кузова и протечки в сырую погоду. Также каркасы пассажирских сидений, несмотря на большой вес и громоздкость, быстро ломались из-за неудачной конструкции. С конца 1937 года троллейбусы стали поступать в такие города, как Москва, Ленинград и Киев. Но уже в 1938 году модель закончили производить и перешли на выпуск ЕТБ-4, о котором рассказ будет в следующем выпуске. Во время Великой Отечественной войны ЕТБ-2 сильно пострадали и после её окончания проходили КВР на Варзе. Проработав ещё 10-20 лет, они ушли с улиц города. Единственный в мире сохранившийся экземпляр был найден весной 2007 года в районе Зеленогорска. И уже в августе того же года был перевезён в музей ГЭД, где на данный момент проходит его реставрация. Реставрация каждого музейного экземпляра, троллейбуса, например, троллейбуса или какой-то спецтехники, представляет из себя колоссальную совокупность вопросов, которые приходится постоянно решать. Это и поиск и самого экспоната, который мы хотим восстановить, и поиск агрегатов, поиск запчастей. Например, на троллейбус ЕТБ-2. Сейчас мы видим от него только раму и кучу запчастей. Этот троллейбус был выпущен в 1938 году, и разумеется, что на сегодняшний день найти на него агрегаты, запчасти какие-то практически невозможно. На данный момент вот это состояние троллейбуса, реставрации, мы называем как бы точкой отсчёта. То есть тот момент, когда мы разобрали троллейбус до такого состояния, когда понятно, что разбирать дальше некуда, мы можем это почистить. И уже на самое основное, что есть на троллейбусе, вот этот от пескоструя на очищенную раму, уже обратно собирать агрегаты, вешать мосты, комплектовать электрооборудованием. Потом начнётся, думаю, что уже, наверное, через месяц-два реставрация деревянного каркаса кузова. То есть полностью оригинал. Никакого металлических усилений, никаких новодельных сварных конструкций тут у нас не будет. Здесь будет всё полностью оригинально. А на этом у меня всё. Спасибо за просмотр. Оценивайте, подписывайтесь и до новых встреч.